всем привет 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 или снова на канале игры с куклами и сегодня мы с вами снова продолжаем читать наши сказки о принцессах и как я вам и обещала следующую сказку которую вам расскажу будет сказка гусятница у колодца которую написали братья грим итак давайте не будем терять время и начнем слушать сказку а синди барби и лалалупси будут внимательнее слушать а также и наши зрители итак давайте начнем еще в далекие-далекие времена в густом лесу жила была старушка и каждое утро она ходила рвать травку своим гусям а также собирать для себя дикие яблоки и все кто ей не встречался она со всеми была очень хорошей но все ее почему-то очень боялись все думали что она ведьма и так всеми говорили что она ведьма и держались от нее подальше и вот однажды когда она снова вышла на поляну чтобы нарвать травки и насобирала целую корзину яблочек навстречу ей вышел парень он был молодым графом когда он увидел что бабушка несет полную корзину яблочек вот мы видим эту бабушку старушку а вот наш молодой граф на рисунке а вот и густой лес в котором жила эта бабушка и вот когда парень увидел большую корзину яблок у бабушки в руках он решил ей помочь и сказал как же вы ее донесете вам же наверное очень трудно давайте я вам помогу бабушка конечно же не отказалась она сказала конечно что она уже сто лет как носит такую корзинку и сейчас может понести ее но если ты хочешь помочь то конечно помоги мне ему стало жалко старушку он взял корзинку и они пошли они шли очень очень долго и все время нужно было идти вверх по горе и наконец они добрались на самую вершину горы и там был была лачушка в которой жила старушка маленький домик путь был очень далекий и поэтому парень очень очень устал когда он вошел в домик старушка ему сказала присядь отдохни ты наверно очень устал сейчас я принесу тебя чаю пирожком угощу тебя сел граф под дерево и и стал глядеть на стадо гусей которая послала девица у колодца она была немытая и нечестная и было страшно ужасное тут бабушка обратилась к ней и сказала иди дочка с гусями на лук а то еще влюбится тебя наш красавец но граф подумал еще бы я влюблялся такую грязную и некрасивую девушку она принесла ему стакан сока пирожок он немножко покушал а потом она ему сказал за то что ты мне помог я подарю тебе подарок она подарила ему ларец он принесет тебе счастье и вот она в руках держит этот ларец вот мы видим на рисунке комната комната выглядит очень хорошо аккуратно и чисто граф принял этот подарок и ушел он долго бродил целых три дня он бродил лесом он не мог выбраться из лесу потому что лес был очень густой и большой и вот он но когда он отходил от домика он все время слышал гогот гусей три дня он ходил ходил по лесу и вот он пришел королевство где жил король и королева и он подумал нужно как-то отблагодарить что они его покормят здесь приютят и он решил подарить им свой ларец когда он открыл ларец королева сразу упала в обморок ей стало плохо из-за этого молодого графа быстро связали и закрыли темницу но когда королева очнулась она сказала что хочет поговорить с молодым графом и что-то ему сказать вот наш король и королева а вот граф который дарит им ларец и вот королева когда уже проснулась когда она уже после того как упала в поморок и стало легче она решила поговорить с молодым графом и что-то ему рассказать и вот когда он пришел она сказала у меня три дочери однажды король решил что пора придумать как кому из зачарей что достанется после его смерти и он спросил как сильно они его любят и вот что случилось дальше младшая сказала что она его любит как сахар средняя сказала что любит его как розы а младшая сказала что любит его как соль король очень рассердился и поделил наследство только между старшей и средней сестрой а младший за то что она сказала что любит его как соль он сказал я тебя выгоняю из королевства живи как хочешь и прогнал ее но когда он уже одумался и понял что он не прав был они повсюду ее искали но так и не нашли а она была очень красивой когда плакала ее слезинки превращались в жемчужину и вот когда парень открыл ларец королева увидела в ларце как раз жемчужину которая и была когда плакала ее дочь когда слезинка превращалась в жемчужину это и была та сама жемчужина и она поняла что этот ларец был в ее дочери что где-то рядом с этим ларцом жила его ее дочка тот граф рассказал как встретился старушка когда нес он ей корзинку яблок и она подарила ему за это ларец и он сказал что у нее есть дочка но она очень ужасная и некрасивая и она никак не может быть вашей прекрасной дочерью но тем не менее королева велела отвезти ее к старушке и вот они пошли по этом темном лесу король королева граф он повел их к той горе где жила старушка он немножко отстал от них когда они шли по лесу и когда молодой парень подстал от королевской четы и вышел к и он вышел к колодцу и вдруг он увидел старухину гусятницу девушку которая посла гусей старушкиных она сняла с себя себя страшный парик некрасивый с лица она сняла скоток кожи и стала прекрасной красивой девушкой и он не понял что это и есть та дочка о которой говорила королева когда он сидел за кустами она услышала треск веток потому что он заглянул она очень ему понравилось она снова быстро одела парик прикрыла лицо скотком кожи и скрылась он прибежал в дом и хотел рассказать старушке что с ней произошло но та сказала я девушка прибежала и рассказала что она увидела парня что он ее увидит как она снимает лоскуток кожи что он что он все знает но она сказала и не переодевайся скоро у нас будет важные гости она уже во всем этом знала что король и королева идут за ней надень платье в котором ты ко мне пришла а я тебя потом позову тем временем граф тоже добрался до домика старушки одновременно с королем и королевой вот они вошли в дом и сказали здравствуйте здравствуйте устали и она им ответила здравствуйте король и королева вы наверно устали садитесь путь был не ко мне очень долгий но не пришлось бы вам ноги сбивать если бы вы не выгнали родную дочку ну ладно я думаю что вы и так уже наказаны и тут старушка позвала гусятницу и так вышла королю и королеве прекрасное как майское утро король и королева обнимали свою дочку они очень за ней соскучились а так поглядила на графа и тоже в него сразу влюбилась как и граф нее бедное мое дитя говорил меж тем король я поделил королевство между твоими сестрами двумя а теперь не знаю как сделать тебя счастливой что тебе дать но старая старушка сказала ей ничего не нужно у нее есть богатая придана я собирала все ее жемчужинки когда она плакала по дому и тосковала если зимки превращались жемчужинки а я их всех собирала также она работала помогала мне поэтому это же ей обязательно заплачу и кроме того этот дом мне уже не нужен я оставлю ей это дом ей и вдруг начали все стены трещать из старого домика дом превратился прекрасный огромный красивый дом дворец и в этом дворце и зажила наша прекрасная принцесса и с молодым графом они отпраздновали свадьбу зажили молодые после свадьбы в этом доме очень счастлива и долго вот на этом наша сказка заканчивается конец в этой сказке очень хороший сказка учит тому что нужно было королю очень хорошо подумать прежде чем выгонять свою дочь из дома так как она сказала что она его любит как соль это не означает что она его не любила а наоборот означает что она его любила больше всего так как соль мы используем в жизни каждый день мы ее кушаем всегда без соли мы не можем прожить и дня мы суп варим и солью мы кушаем кашу солью картошку солью то есть и соль мы используем в каждой еде только когда сладкое варим печем или варим с этой сладкой мы не бросаем соль поэтому это означало что она его любит больше всего а отец не понял этого и он ее выгнал поэтому он сделал неправильно такого делать нельзя было но все равно он понял это и в конце концов они были все счастливы дочь простила его и зажили они долго и счастливо на этом сказка наша заканчивается на следующий раз мы будем читать с вами сказку три апельсина это итальянская сказка всем спасибо что слушали нашу сказку